Дом-призрак появился на улице Генкиной, стоит укутанный белыми клубнями и остается невидимым для нижегородских коммунальщиков, по вине которых пар струится из подвала на протяжении уже нескольких месяцев. Помимо всего прочего, из-за этого пара на окнах вплоть до девятого этажа появились морозные узоры. Красота очень красивая, ну чего я могу сказать? Как в сказке, как Дед Мороз нарисовал все в снежке. Вот, видите, докуда пар доходит? Очень красиво у нас, но жить невозможно. Чего я подойду тут? Мне дышать этим паром нельзя. Там трубы, которые прорвало, говорят, по колену воды. Видите, кирпичи-то? Видите, они вываливаться начали. Вот какой дом от этого пара стал. Какие стены. Это и вот здесь. Вот видите, это тоже от пара все. Мы боимся реально за состояние нашего дома, за свою собственную жизнь, что половина дома вот эта, постоянно на сливной горячей яме, она просто может рухнуть. Мы обращались в дом управляющей компании, теплоэнерго, в жилищную комиссию областную. К сожалению, пока авария не устранена. А вы из дома управляющей компании? Скажите, пожалуйста, вот здесь когда будет порядок? Это не мое хозяйство. Ну вы же из дома управляющей компании. Ну что я электрик? В чем? Мои трубы, что ли? Ну вы-то не узнавали у них ничего? Нет, не узнавали. Вот этот бардак длится, значит, буквально лет 15-20 назад. Пишем мы письма по всей инстанции. Вот третьи сутки качают вот эту горячую воду, кипяток, и по шлангу сливают другой сливной колодец. Вот это наши все денежки, наши тарифы на топление. Говорим, определите хоть, кто вот этот бардак устраивает с нами эксперименты. Значит, теплоэнерго говорят, это не наша утечка, это водоканала. Мы говорим, ну вода-то кипяток, она греется от наших горячих труб. А водоканал говорит, это не наша утечка, это утечка теплоэнерго. И вот так не могут найти, откуда утечка. Что здесь за авария? А я откуда знаю. Горячая вода нам прорвала. Здесь постоянно такие прорывы. А я что, я не отвечаю за это. Я лицо не ответственное. Какие тарифы на ЖКХ могут это выдержать? И почему мы, испытывая вот это все безобразие, значит, оплачиваем его из своих собственных карманов? В общем, виновники аварии все же нашлись. Ими оказалось теплоэнерго. Мы работаем на месте и прилагаем все усилия для того, чтобы завершить это в кратчайшие сроки. То есть ремонт уже идет. То есть мы не просто место нашли и стоим там, грубо говоря, на сухую. Мы уже все место определили, согласование с заинтересованными сторонами получили, потому что там не только наши трубы, а там полно других объектов. Поэтому это тоже требует времени, понимаете? Если бы там на этом участке земли была только наша труба, вопросов нет. Там водоканал и еще кто-то. Поэтому мы согласовали с ними, поэтому мы уже начали производить эти работы. Кстати, как нам только что сообщили местные жители, пара из подвала до сих пор идет. Добиваться решения своей проблемы местные жители намерены уже через судебные инстанции.